Итак, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, Аленка М. Хотела заснять для вас это видео, чтобы с вами пообщаться на тему «Почему я пропала?». И эта тема связана как раз с темой моего названия видео. Да, я поправилась на 10 кг, и за счёт этого мне не нравится, как я выгляжу в кадре. И это поспособствовало тому, что у меня просто отбило желание делать видео. И я даже начала думать, на какие темы это всё бред. Вроде бы смотрю, что есть просмотры, у меня есть моя публика, мои люди. Мне это очень приятно. Я очень перед вами извиняюсь, которые ждут от меня видео, всегда мне пишут. И более активная моя страничка в Инстаграме. Но я вас обязательно жду туда. Там вы больше будете всего знать, что происходит в моей жизни. Но я вам обещаю, что я буду стараться не запускать этот канал, потому что я знаю, что для многих он очень интересен и важен. И моя семья все смотрит и любят детские влоги, когда я снимаю побольше Эмиля про кулинарию. Ну, всё, что возможно, интересно, то, что я делаю, очень многим людям это интересно. И мне это очень приятно и в какой-то мере даже льстит, потому что я не думала, что настолько интересна кому-то моя жизнь. Обычной девушке, мамочке, сыночке. Поэтому спасибо большое за такую поддержку. И я очень-очень рада. Вы каждый день у меня прибавляетесь в подписчиках. И мне это безумно приятно. И моя сейчас очень такая сильная и большая мечта о том, чтобы ко мне добавилось 2000. И в Новый год я перешла более 2000 людей. Надеюсь, что это случится. Так, перейдём вот к теме моего видео. Я поправилась на 10 килограмм. Каким это образом произошло, я сама не могу понять. Нет, для меня это, в принципе, нормально. Когда я поправляюсь, худею, я уже к этому привыкла. Я беру себя силу в волю, у меня хорошее. Я беру себя в кулак. Я начинаю сидеть на каких-то диетах, тренировке, ещё что-то. Стараюсь свой правильный рацион создать, питание. Но потом, когда приходит какой-то момент, какой-то у меня нервный срыв или ещё что-то, у меня начинается сбой, и я тому не замечаю, как я начинаю всё просто себя запихивать. Это, я думаю, всем девчонкам знакомая тема. Особенно самое важное, это когда вот в дни ПМС, если срываюсь, то потом уже очень трудно наладить это всё. В этом сезоне, это лето у меня было тяжёлое, была работа, много было работы, не было времени вообще на канал. Я снимала, но это всё было так частично, я не могла даже выбросить видео, я конкретно его забросила. И с этим пришло ко мне прибавление в весе. Сначала всё было хорошо, всё отлично держалось, даже по утрам я делала зарядку, спортом занималась, много плавала и следила за питанием. А потом в последние месяцы что-то со мной случилось, я не знаю на каком это фоне, но в общем я начала набирать. А потом от того, что начала набирать, в принципе и начала и кушать, и начала не замечать, и всё-всё-всё забросила. В общем, всё то, что я знала, что нельзя было делать, я всё это делала. Поэтому сейчас я буду приступать к обратному отчёту, я знаю уже, что мне должно помочь. Самое первое и важное, это то, к чему я приступила, которое нужно было делать. Несмотря на то, что я тоже очень много пила воды летом, всё равно как-то, видимо, нарушался этот мой водный баланс. И неправильно я её пила, а её нужно правильно пить. Поэтому сейчас начала с того, что просто каждый день, каждое утро я и среди дня я добавляю в воду, в тёплую воду лимон и пью эту водичку. Самое главное, первый стакан утром натощак за полчаса до еды. Я думаю, многие это уже знают, кто не знает, возьмите себе на заметку, это очень-очень классная вещь. Далее, конечно же, буду смотреть своё питание, уже его просматриваю. Единственное, что надо просто не переедать. У меня бывает такое, что я поняла свою причину. Я могу среди дня ничего не поесть, потом к вечеру, когда уже... А вечер это у меня на работе, когда это после 10, это в 9 начинается какой-то безумный жор, и ты начинаешь всё подряд в себя запихивать, потому что ты не знаешь, когда ты потом ещё раз поешь. Утром встаёшь, опять какая-то беготня, и ты забываешь всё о времени. Сейчас я вхожу в другой рацион, когда уже с ребёнком, поэтому я утром, пока он завтракает, я ему готовлю завтрак, я выпиваю водичку. Он пока позавтракает, я потом за ним всё уберу, и далее я уже занимаюсь собой. Перешла я сейчас на гранулы по утрам, и буду это всё равно чередовать ещё с омлетом, либо какое-то яичко отварное, побольше сейчас фруктов. Но, если честно сказать, фрукты и овощи у нас не очень хорошие, так как это сейчас не Анталия, это Харьков. Я уже обошла многие магазины, чувствуется и видно, что это всё колотое, ненатуральное. Я не хочу свой организм пичкать непонятно чем, поэтому буду как-то что-то думать, и обязательно буду с вами делиться в своих влогах, кому будет интересно, как я буду снижать свой вес. Ну, что могу сказать? 8 кг вообще пришли очень быстро и легко. Где-то 6-7 пришли, потом 8, и уже на 10 кг я уже начала паниковать. 9-10 для меня это вообще были паника при паника, но я понимаю одно, что если я сейчас буду паниковать, я буду расстраиваться, я буду ещё больше поправляться, поэтому я начинаю перекрывать все просто каналы, перестала сейчас есть уже вечером. Обычно лучше всего за полтора-два часа до сна можно покушать, даже если там будете в 10 ложиться, то есть в 8 вы можете покушать, не обязательно в 6 поесть и потом ничего. Но я уже себе начинаю делать уже прям сильное снижение, за счёт этого я буду уже стараться после 6 сейчас не есть, и дай бог у меня фигура начнёт приходить в порядок, в форму. Но у меня есть одно очень классное, это даже все тренера мне говорят, что когда я поправляюсь, я поправляюсь везде. У меня всё пропорционально, это слава богу, это меня спасает, поэтому многие могут не видеть. Я это вижу, я это знаю. Сейчас, да, видно, конечно, что я поправилась, это даже видно по моим щёчкам. И надеюсь, что скоро я буду в кадре выглядеть лучше. Но плюс, камера всё равно прибавляет плюс 5 килограмм, поэтому эти 5 килограмм всегда, они и так видны больше. Но так как мы медийное лицо, поэтому нужно стараться себя держать в форме. И так как я за здоровое питание, за здоровый образ жизни, я его просто весь убила своей вот этой слабостью, какой-то апатией, перемена климата. Это, в общем, в голове своё личное, семья. Поэтому вот так со мной получилось, этим с вами и делюсь. Поэтому не думайте, что я надолго пропала. Мне очень... Вы не представляете, как мне сейчас стыдно об этом говорить и делать это видео с обращением к вам, потому что я, в принципе, хотела об этом не говорить и постепенно просто это убрать. Но я вижу, что многие уже хотят написать. Я прям чувствую, что они хотят написать мне. Алена, что с тобой происходит? Многие фотографии не могу выложить. Если я раньше в Инстаграм 10 фотографий сделала, 2-3 из них мне хотелось выложить, я ещё и сомневалась, то сейчас из 100 я могу выбрать только одну. И то это будет, не знаю, какая-то выбрана поза. Поверьте, это реально. И сейчас у меня позы просто. Я не настолько так хорошо выгляжу сейчас именно по фигуре, могу сказать. Плюс потом у меня началась с лицом проблема. Видимо, это всё гормональный сбой. И вот к такому пришло, что я не нравлюсь себе внешне, внутренне себя уже перестала любить. И теперь надо над собой очень сильно проводить работу. Вот. И всё это компонирует. Потому что мой канал очень позитивный. Я хочу позитив нести. Я очень позитивный человек на самом деле. Но сейчас это так накопилось. И вот как-то не могу за этого выбраться. И поэтому решила с вами поделиться. И кому будет интересно, как я буду с этим справляться, я вам буду советовать. Вы будете смотреть на мои результаты. Я надеюсь, вместе с вами. И мне будет просто стыдно даже смотреть эти видео. Даже минимум это лицо, которое вот еле влазит вообще даже в экран камеры. Может, конечно, я себе напридумала. Я не знаю. Но всё-таки надо что-то делать уже, решать конкретно и готовить себя к лету. А поверьте, это не такая лёгкая работа, чтобы я могу сейчас бросить вес буквально за неделю. Опять же, я вам сейчас скину ссылочку. Моя гречневая диета, монодиета. Там буквально за неделю я похудела около 5 килограмм. Пожалуйста, можно и больше. Сейчас с моим весом можно и больше даже скинуть. Но главное их не просто скинуть, главное их удержать ещё. Это очень, очень немаловажно. Поэтому я хочу, чтобы это всё было в комплексе. Мне самое главное просто привести свои мышцы в тонус, убрать лишний жир. Я не пытаюсь сейчас привести себя в состояние воблы и выглядеть так. Нет, я хочу, чтобы всё было пропорциональное. Просто убрать прослойку жира. Для этого ещё немаловажный такой фактор. Это сейчас я буду планировать свой график и буду обязательно брать абонемент годовой в фитнес-центр. Поэтому если у вас есть какие-то фитнес-центры, которые вы знаете в Харькове, и нормальная приемлемая цена, очень хороший зал, пожалуйста, можете мне в комментариях написать. Мне это очень важно. Я буду вам очень благодарна и признательна, если вы мне поможете в этом деле. Вот такое у меня было видео, так что буду стараться не пропадать. Пишите в комментариях, какие видео формата вы хотели бы от меня посмотреть, что вам бы заснять. И всем до скорой встречи. Пока-пока.